Простые способы для чистки вашего помещения. Первый через свечи. Берем восковую свечу и ставим ее на подставку. Можно использовать обычную закаточную крышку, которую потом не жалко будет выбросить. Зажигаем свечу и против часовой стрелки обходим абсолютно все углы вашего жилища, ненадолго останавливаясь перед каждым углом. Кто-то может зачитывать «Отче наш». Скажу честно, элементы христианского эгрегора мне не идут, и я приговариваю. Забери все плохое, впитай все плохое, ну или что-то похожее. Представляю, что со стен уходит чернота на эту свечу. К слову сказать, свечу следует зажигать обязательно спичками. По возвращению к входной двери я ставлю свечу прогорать до конца. После этого, не дотрагиваясь до подставки, погружаю все в пакет и выношу на улицу в мусорник подальше от дома. Можно закопать или выбросить в пустом безлюдном месте. Второй способ – окуривание полынью. Действие схоже с первым способом, но тут уже я не проговариваю ничего, а как бы вытравливаю плохую энергетику. Также обхожу жилище против часовой стрелки по всем углам. По возвращению к входной двери остатки полыни просто выбрасываю в мусорку. Полынь должна дымиться, а не гореть. А третий способ, он по сути является симбиозом первых двух. Я растираю полынь в порошок, листья, соцветия. Полынь, естественно, предварительно надо высушить. И по полынному порошку прокатываю свечу. Насильно заставлять свечу принимать много полыни не следует. Затем действуем по первому способу. То есть обходим дом против часовой стрелки. Количество дней проводимой чистки как минимум три. Но если чувствуете тяжелую энергетику, то можно и больше. Три дня чистим дом, не прерываясь. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok